Я продолжаю вам показывать, какие разные бывают магазины здесь у нас в Соединённых Штатах. Я вам показывала и грузинский, и русский, и украинский, а вот это вот мексиканский. Ну и это понятно, очень много мексиканцев здесь, эмигрантов из Мексики. И встречает нас крокодил, Санта-Клаусон или Дед Мороз, я не знаю. Ну и, конечно, что нужно ожидать в мексиканском магазине, что будет многое связано с Мексикой, связано с Латинской Америкой. Гватемала – это не Мексика, но Латинская Америка, шляпа, бейсболка с надписью Гватемала и разные флаги, не только Мексики. Что меня удивило, это то, что много было напитков из Латинской Америки, наравне с Кока-Колой, с Пепси. Вот, посмотрите, например, Колумбиано. Наверное, из Колумбии. Вот этот, вот эти вот все напитки, весь сок. Вот там, видите, маленькие бутылочки, это всё из Латинской Америки. Я помните, как-то вам показывала в Ричлэнде огромный мексиканский магазин, огромный, ну, супермаркет, большой супермаркет. А здесь просто маленький, небольшой магазинчик. Мы сначала даже его не заметили, но Бен остановился поесть с Абвея, и вот мы заметили. А вот это вот называется ковбой бинс, фасоль, ковбойская фасоль. И бренд вот этот мексиканский, то есть очень много привезено всего из Мексики. Здесь сначала я не поняла, я вижу, что это тростник. Мы спросили, оказалось, что это сахарный тростник. Почему-то в морозилке. Ну, спрашивать много было не очень-то удобно, потому что там работники магазина работали, что-то они там приносили, уносили, ну, то есть занимались работой. И мы не стали очень много вопросов задавать, да и так было понятно, что где. А потом Бен жил где-то около года в Мексике, и он знает еду мексиканскую, которую он любит. Много мексиканского сыра. А вот здесь вот замороженные и такая же фирма, видите? Гойе или как называется? Эмпинадо замороженные, чуть больше трех долларов, по-моему. И сливы, и сливы мексиканские мы видели на улице, росли в Мексике, когда мы были там, желтые и красные. Но мне понравились вот эти вот ремни. Правда, они не очень дешевые. Где-то 23 доллара и выше. Ну, зависит от размера ремня, естественно, я думаю. Но очень красивые ремни. Если бы мне были нужны, то можно было купить, но... И шляпы, конечно. Веракрус, это, по-моему, город в Мексике. Эль Сальвадор, это уже не город в Мексике. Хондурос, тоже не Мексика. Но Латинская Америка, снова Гватемала. Разные конфеты, и тоже много их, много из Мексики. А здесь Бен говорит, посмотри, обрати внимание. Ты же знаешь, что мексиканская кухня использует очень много всяких приправ. А вот это вот все перец. Чем меньше перец по размеру, тем он острее. У нас называется hot pepper, горячий перец. Бен очень любит. Ну, конечно, в меру, но очень любит. И то есть вот здесь очень много специй, очень много приправ для мексиканской, для латинской кухни. Очень много приправ. Ну, мексиканцы, естественно, приходят и покупают. Нам-то вроде не очень-то к чему. Очень красивые кружки для пива, пивные кружки, посмотрите. Все это, я думаю, что привезено из Мексики. Лягушка вообще интересная. Ну, как украшение для дома. Я же вам говорила, что украшение, очень много используют украшений. Ну, а это понятно для чего. Вообще-то, вот это именно для кукурузы. Делают муку кукурузную. Измельчают кукурузу сушеную. Ну, и делают муку. Макахете, Бен говорит. Макахете это вот приспособление называется. Ну, Бен знает кое-что. Я ему поверила. А кружки мне понравились. И не очень дорогие. Ну, видно, что они сделаны из глины. Ну, такой вот звон раздается. Глиняный, будем так говорить. Народу никого не было почти. Только работники. А вот это Бен мне рассказал. На день рождения, вот я еще вам покажу, вот такие вот, как, я не знаю, как игрушки. Они пустые внутри. И на день рождения ребенка наполняют их, они пустые внутри, как я сказала, наполняют их конфетами. И ребенок завязывает ему глаза, дают такую как биту. И ребенок должен разбить вот эту вот игрушку, чтобы все получили конфеты. Все дети получили конфеты. Ну, не разобьет, так не разобьет. Не раздерет ее этой битой, так не раздерет. Значит, никто не получит конфеты. Короче, Бен мне показал, как это происходит. Как это происходит. Я говорю, я не записала. Покажи мне еще раз, как они это делают. Ну, так, для смеха. А вот это вот кукурузы, знаете, да? Початки кукурузы, обернутые листиками. Так вот, эти листья не выбрасывают, а их сушат. И используют, чтобы завернуть тамалы, ну, еда приготовленная. Вот эти листья тоже используют, видите, сушеные. То есть люди покупают, заворачивают эту еду. И я не думаю, что они листья едят, а едят то, что завернуто в эти листики. Вот видите, это тоже на нашем, на английском языке называется дамис. Вот эти вот игрушки, которые разбивают, которые разрывают. Ну, а это для ветрового стекла, для машин, флаги разных стран Латинской Америки. Вообще, конечно, каждый ест еду, к которой он привык. А вот это вот печенье, и тоже не из Соединённых Штатов. Тоже откуда-то из Латинской Америки. Я Бену предложила купить. Отказался. Много-много интересного печенья. А вот здесь вот, смотрите, в баночке, в стеклянной баночке конфеты. Очень интересные конфеты. И наверху голова, я не знаю, кого, мексиканцы или кого. Ну, так, наверное, для детей подарок, чтобы было как-то интереснее, наверное. И, конечно, здесь звучит мексиканская музыка. И вот это тоже для того, чтобы на день рождения туда вот это вот наполняют конфеты. Конфетами. И Бен вспомнил, как называется пиньятас. И он спросил работников. И они подтвердили, что да, это называется пиньята. Мы называем дамис. Вот видите, вот это всё, вот эти вот игрушки используют для дня рождения детей. Сколько надо конфет, чтобы наполнить эту игрушку. И, конечно, очень много острого соуса. Очень много разного. Потому что я вам ещё раз говорю, мексиканская еда подразумевает острую приправу, острый соус. Поэтому Бен её и любит. А здесь даже мексиканский кофе. Бен говорит, я пил, мне не очень нравится. Ну, это на любителя. Кому-то нравится. Рядом не мексиканский кофе. А здесь вот мексиканский. Это тости, тостадос. Это как тортилос, такие блины, только очень твёрдые. А вот это вот, Бен говорит, я никогда такого не видела. Это из пшеницы сделаны, как вафли. Ну, а это жареная кожа поросят, свинина. Солёная и очень, конечно, жирная. Жареная в масле. В каком масле, я не знаю. Очень понравился мне, как выглядит вот этот вот сок. Это, кстати, нектар. Тоже из Латинской Америки. Много у нас, конечно, мексиканских ресторанов. Везде. Ну, как, наверное, по всему миру. А здесь я видела, что он очень интересно украшен внутри. Мне хотелось показать вам. Но там было очень много народу. Мы попытались зайти. Вот он, мексиканский ресторан. Рядом с магазином. И, кстати, на двери написано, что по субботам и воскресеньям у них суп из красной кукурузы со свининой. Вот здесь вот написано. Вот так вот. Мы попытались зайти, но очень много народу, и мы вышли. Ну, в общем, вот так вот. Мексиканский магазин. Ну, что ж. Мир у мир. Нет войне. Скоро увидимся в моем следующем видео. Всего вам самого хорошего. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok